Всем привет! Меня зовут Дмитрий Гриценко и сегодня я хотел бы показать окончание, которое возникло в партии Артуэта Санс. Как по мне, это самое красивое окончание, которое было в истории шахмат. То есть, на самом деле, позиция в итоге возникла уникальная, когда три, казалось бы, разрозненные и разбитые пешки черных справились с двумя фигурами белых, причем одна из них была легкая, а другая еще и даже тяжелая, это ладья. Таким образом, показывается, какие все-таки сильные пешки в окончании, особенно, когда они дошли уже до последней горизонтали, первой или восьмой. Итак, в этой позиции черные сыграли ладья Д2, навали на пешку Б2, естественно, белые ее защищают ходом Коня 4. И здесь первая неожиданность и начало красивейшей комбинации ход ладья Б2. Но убить ладью нужно, иначе просто белые заберут, черные заберут пешку А, и у них будут уже три нижние пешки. Поэтому, Конь Б2. Черные играют С3. И возникает вопрос, что же делать белым? Грозит либо БС, либо С2 с превращением ферзя. Ну, если уйти, к примеру, Конь С4 от нападения, это просто С2. Вот, если же здесь походить Конь Д3, то следует С4, скрытый шаг. И, наконец, заживает этот слон, который был уперт и стою пешку. То есть, плохой слон, наконец-то, становится хорошим и очень сильным. Если здесь уйти Король Ф1 и попытаться стать в квадрат, то, естественно, это не поможет, потому, что после С2 и Король Е1. Есть простой вариант, когда черные играют С2 и на Король Д2. Слон Е3, отвлекающий шаг, и на взятие С1 ферзь, естественно, эта позиция выигрывается без проблем. Вот. Ну, конечно же, возникает вопрос, что будет, если белые заберут после вскрытого шага стона на поле Б6. Конечно же, черные здесь не будут брать ладью, потому, что после АБ белые пойдут ход С1 и у них уже будет выиграна позиция, пешки никуда не идут, поэтому после ладья Б6 конечно нужно брать коня. И здесь ладья не справляется с этими связанными пешками, видно, какие они сильные, а Король, как мы видим, не в квадрате пешки С, то есть он может только Король Ф1 будет в квадрате пешки Д, то есть после Король Ф1 следует, конечно же, ход С2, ну и на ладья С1, ладья С6 следует Д2. И одна из спешек становится ферзем. Вот. Ну а если походить здесь ладья С6, то есть в этой позиции, в этой, то последует просто ход Д2 и на ладья Д6 С2 с дальнейшим превращением одной спешки. Таким образом, взятие тоже не помогает, и, естественно, ход конь Д3 рекомендовать белым нельзя. Соответственно, они сыграли ладья Б6. Единственная защита, которая хоть на мгновение, но продлевает оборонительные ресурсы белых. Конечно же, здесь нельзя играть черным ни БС, ни ЦБ, ни Ц2, потому что последует либо взятие этой пешки, либо конь Д3, и тогда уже у белых будет выиграно. они играют Ц4, не дают коню встать на поле Д3 и угрожают ходом Ц2. Либо же в случае ладья Ц6, если белые нападают на пешку по линии Ц, то просто следует ЦБ, и пешка Б проходит в ферзи. Таким образом, после Ц4 единственный ход, который защищается от мгновенного выигрыша, это ладья Б4, но тогда просто А5, и уже у белых абсолютно проиграно. Как мы видим, их ладья не может брать на Ц4 из-за ЦБ. Если подходить королем, то последует вначале взятие ладьи, а потом, поскольку висит конь, белые должны уходить конь Д3 и взятие ЦД. То есть, все-таки белые после хода король Е3 попадают в квадрат в пешке Ц, и она уже не проходит в ферзи, но после, например, Д2 и король Е2 у черных, конечно, пешечный энджелль абсолютно выигранный. Они подходят королем, забирают либо пешки королевского фланга, либо пешку А. Тут приятный выбор и, естественно, без проблем побеждает. Таким образом, после хода А5 уже можно задаваться. У белых абсолютно програнная позиция. Они еще сыграли Коня 4, но после взятия ладьи, конечно же, сдались, потому что пешку Ц уже никак не остановить король не в квадрате этой самой пешки. Таким образом, как мы видим, то есть, вот, например, в этой позиции вообще фантастическая ситуация, когда три пешки разрозненно справляются с ладьей и конем, и при этом две из них даже связаны. То есть, как по мне, это единственный случай в истории, когда такое вообще случалось. Но на самом деле это говорит о том, какие все-таки сильные пешки в окончании, и что нужно внимательно следить за разными тактическими угрозами, которые могут возникнуть в самой, казалось бы, простой и сухой позиции. Итак, спасибо за внимание, и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok